Как оценишь матч и опиши свой гол, пятку забиваешь, и не в первый раз уже для тебя пятку забиваешь? Хороший такой товарищеский матч с молодежной сборной. Хорошо, что выиграли, хоть это и товарищеский матч. Для меня все равно приятно всегда забивать, даже на тренировках. Я рад, что забил сегодня, мы выиграли. Было ли что-то, может быть, какое-то короткое объяснение? Нет, не было еще. Матч только закончился, я сразу сюда пришел. Существом того, что ты до этого часто был в молодежке, это может быть особенно принципиальный матч? Да нет, не принципиальный. Обычный матч в принципе. Я сейчас за основную сборную играл. Ты шесть дней провел на этом сборе. Расскажи, этот сбор вообще нужен был и зачем? Ну, конечно, нужен был сбор. Вспомнить все требования Олега Георгиевича, которые предъявляют нам. Выходы из обороны в атаку, в прессе. Нужно было, конечно, встретиться с ребятами. Всегда рады приезжать сюда. Это отличалось от того, что было раньше, когда футболисты исполняют по утрам специальную форму, как спали, что-то беспокоились? Все это было и сейчас. Осталось? Да, конечно, все это было. Ну, то есть нет такого, что стало менее строго, все-таки не официальный матч? Да нет, наверное, только поменьше теорий стало. А так все то же самое. Просыпаешься, ставишь оценку состояния, закончилась тренировка, ставишь состояние после тренировки. Все то же самое. Есть ли какое-то понимание у игроков, у команды, что дальше? Все-таки сейчас в состоянии неизвестности? Ну, мы тоже пока ничего не знаем. Надеемся, что бежать будем, все закончится и начнутся официальный матч. Мы также ждем этих новостей и тренируемся. Контактировали вы во время вот этого сбора, может быть, как-то общались с Сандром? Ну, нет, во время этого сбора не общались. А Шимас? Тоже нет, но в сборной нет там игры в тренировки. А вообще, когда он сейчас покидал, может быть, он не прощался? Ну, нет, он не прощался, так что он ничего не говорил, уезжает он навсегда и вернется. Ну, после матча трибуны скандировали его имя, а будут прощались? Ну, может быть, прощались, я не знаю, но Себа нам ничего не объявлял. Они обсуждали эту ситуацию между Россией и Польшей, то, что поляки так активно отказывались играть с нами. Может, Себастьян какое-то мнение свое имеет на чем? Нет, мы об этом не общались. Динамо – главный председатель «Зенита». Ты веришь, что догнать можно? Вас как-то стало похуже получаться весной? Конечно, верю, мы не выключаемся из чемпионской гонки, будем до последнего матча бороться за первое место. Ты не считаешь, что Динамо стало похуже весной? Нет, не считаю. А почему тогда отсечки? Бывает, у всех бывает. С чем они связаны? Может быть, с ситуацией, которая сейчас творится. Что это психологическое давление или что? Наверное, да. На Вас, как Константин, отказывается психологическое давление? Что Вы стараетесь не считать науку? Да, я стараюсь не отвлекаться на игры, сконцентрироваться только на тренировках и игре. А вот отъезд Воронина и непонятная ситуация с Орлицем какое-то влияние оказывал он на команду? Ну, конечно, потеря Вани в обороне – это большая потеря для нас. Но у нас есть кем его заменить, и мы стараемся играть. По поводу Андрея, он большое влияние оказывал? Без него сложнее? Да, потому что Андрея, что за ушел, тоже было не совсем приятно. И без него как-то атмосфера чуть-чуть другая осталась. Как Вы смотрели на то, что Захарян отключили с рок-клоп-11 самокалантил? Ну, я кстати видел это, но мы с ним это еще не обсуждали. Я думаю, обсудим сейчас после сборной. Странно, конечно, обидно, я думаю, для новых. А вообще смотрел вот этот стыковый матч? Ну, я смотрел только португалику с Турцией. Какие мысли ты смотрел? При условии, что мы должны были оттуда играть? Ну, конечно, обидно. Когда мы тоже должны были играть, и смотришь, как другие играют, а мы просто тренируемся. Поляков и шведов будете смотреть? Ну, наверное, будем. За кого болеть будете? Не за кого.